Какие распространенные ошибки делают новички в начале отношений, из-за чего у них потом все идет наперекосяк? Продолжают находиться в отношениях, даже если замечают определенные звоночки, с которыми они не смогут смириться. Многие отношения заканчиваются из-за каких-то косяков, которые ты заметил еще на первом свидании. Отдают себя полностью слишком быстро. Если ты тратишь кучу денег, времени, стараний на кого-то, кого-то знаешь 5 минут, то ты создаешь идеальные условия, чтобы тебя использовали. Подожди немного, пускай этот человек сначала заслужит всего этого. И только тогда всецело ему отдавайся. Знакомая проблема. Иногда мы так влюбляемся, что хочется отдать человеку абсолютно все. Но практика показывает, что скупой и рациональный подход работает лучше. Так как человек не думает, что ты пытаешься его купить. Плюс, если все быстро закончится, то ты не будешь ни о чем жалеть. Если часто дарить дорогие вещи и делать одолжение, то особые поводы перестанут быть особыми. Я удивлен, что в топе нет еще такого коммента. Перестают поддерживать отношения с друзьями и прочими важными людьми. Общаются только со своей второй половинкой. Нельзя быть настолько социально и эмоционально зависимым от одного человека. Нужно продолжать дружить, развивать свои интересы и движухи, находящиеся за пределами отношений. Найти баланс бывает трудно, но это крайне важно. Поверьте, вы не хотите оказаться в ситуации, когда через 3 года отношений вы разошлись и поняли, что у вас не осталось близких друзей. Так как последние 3 года вы нещадно игнорили их вечные попытки вас куда-нибудь вытащить. Ошибка новичков. Они не договариваются о границах отношений. Да, клево, когда ты разделяешь другим человеком свою жизнь, но важно сразу понять границы. Не делитесь друг с другом паролями от почты, не давайте ползать по вашему телефону, потому что вам нечего скрывать. Из этой же серии, если ты купил новую хату, не нужно тут же второй ключ отдавать своей половинке или ночевать все время вместе. Чрезмерная прозрачность еще ни разу не укрепила ничьи отношения. Все это только создает иллюзию близости, которая находится гораздо ближе к самообману, чем к настоящей тесной связи. Ну уж нет, никто, я повторяю, никто никогда не получит мои пароли. Готов защищать их ценой своей жизни. Как вы, наверное, уже догадались, я одинок. Ожидают, что любовь в реале похожа на любовь в кино и думают, что те чувства, которые они испытывают поначалу, будут у них всегда. Я часто вижу, как мои друзья влезают во вроде как офигенные отношения, но потом через месяцев шесть начинают разочаровываться в том, что их романтическая комедия подошла к концу и чувства подутихли. Но чуваки не понимают, что после фазы медового месяца всегда начинаются совсем иные отношения. Это не значит, что твоя любовь ослабла, просто твое сердце уже не бьется так ускоренно при виде второй половинки, как раньше. Это нормально, что вы перестанете заниматься любовью при каждой встрече. Возможно, вы станете реже куда-то выбираться и чаще оставаться дома. Возможно, вы перестанете наряжаться друг для друга и будете ходить всегда в джинсах и майке. Ну и что? Если вы хотите, чтобы ваши отношения удались, не нужно понижать свои ожидания, но нужно их немного изменить. Не ожидайте идеальных киношных отношений и умейте принимать перемены. Скажу, как мужик, который прошел все этапы. Мне намного кайфовее быть с человеком, при котором я могу пердеть, чем с человеком, который постоянно заставляет меня пребывать в романтическом трансе. Вы немного подуспокоитесь, но это окей. Потому что когда вы пройдете через все эти пугающие и странные изменения, то поймете, что в них есть куча крутых преимуществ. Вы больше не будете просто парнем и девушкой. Вы будете партнерами. Винят друг друга во всех проблемах, ссорах, драках. Но дело всегда в вас обоих. Никогда не угрожайте второй половинке расставанием в надежде чего-то от нее добиться. Даже не шутите на эту тему. О расставании можно говорить лишь тогда, когда вы всерьез хотите разойтись. Потому что как только вы упомянули, что расход возможен, то обратного пути уже нет. Да, верно подмечено. Расставание это дело серьезное. Кукухой можно поехать, если бояться, что любой твой мелкий косяк может разрушить отношения. Ага, испытал это на своей шкуре. Неприятная фигня. Еще моя бывшая любила говорить. Вот если бы ты действительно меня любил, ты бы... Дальше может быть что угодно, вплоть до принес мне стакан воды. Если я этого не делал, то она как бы в шутку обижалась. В итоге, что бы я ни делал, я чувствовал себя куском говна. Совет. Не ставьте всякие мелкие ультиматумы. Если вы хотите, чтобы ваша половинка сделала что-то для вас, то просто вежливо попросите ее об этом. Не нужно выпытывать у своей новой девушки со сколькими парнями она спала до тебя. Не нужно тратить на девушку овер до хера денег. Или на парня. Я на своего тратила по 100 баксов в месяц или около того. Нельзя быть слишком прилипчивым, зависимым от второго человека. Кстати, эта тема свойственна не только молодым и неопытным. За очень многими есть такой грешок. Каждому человеку, чтобы быть счастливым, нужно определенное количество личного времени. Мне, например, его нужно очень много. Каждую неделю мне требуется несколько дней, когда я могу расслабиться, разобраться с делами, увидеться с друзьями и посидеть в одиночестве, читая книгу и гладя кота. Многих моих парней это совершенно не устраивало. Они думали, что я просто не хочу проводить с ними время. Но это совсем не так. Если человек не хочет проводить с тобой каждую секунду свободного времени, это не значит, что ты ему неинтересен. И сразу добавлю, что меня саму гораздо сильнее привлекают мужчины, у которых есть своя жизнь и интересы, чем те, кто сидит без дела и ждет от меня развлечений. Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Ага, дико важно оставаться собой, иначе тебе придется всю жизнь играть перед возлюбленной чужую роль. Но зато ты станешь лучшим актером на планете. И у тебя будет девушка, и не придется больше киснуть одному, потому что ты отказался меняться и остался собой. Не понимаю, что когда ты уже в отношениях, тебе по-прежнему нужно стараться. Мне кажется, что многие страдают от синдрома романтических комедий. Они ставят приоритет на том, чтобы добиться идеального парня-девушки, а как все становится серьезно, они на все забивают. В точку. Твоя женщина вечно предлагает тебе куда-нибудь сходить, но ты отшиваешь ее, потому что у тебя рейды вов. Не удивляйся, когда она уйдет к другому. Примечание. История жизни, которую я наблюдал своими глазами. Хватит ревновать к людям из прошлых отношений. Серьезно, пора взрослеть. Ага, они ведь разошлись не просто так. Слушай, ты несправедлив. Ревность никогда не основана на логике. Поэтому нельзя просто сказать человеку и избавиться от нее. Это же чисто человеческая эмоция. Лучше сказал бы, да, нам всем свойственна ревность, просто не делайте глупостей, было бы другое дело. После того, как новизна и слепая страсть отношений уходят, люди попадают в ловушку, начиная воспринимать свою половинку как должное. Попробуйте вот какое упражнение. Каждый день вспоминайте одну какую-то вещь, которую ваша половинка сделала для вас, либо что-то, что вам в ней нравится. Напоминайте ей, что вы цените ее и ее черты. Благодарность и умение ценить – это фундамент для поддержания крепких отношений. Источник – личный опыт, а еще куча статей про отношения. Никогда не жалуйтесь на свою вторую половинку другим, даже если вам нужно просто выговориться. Когда рассказываешь людям, что тебя что-то беспокоит в твоем партнере, то фокусируешься на проблеме еще больше, из-за чего сильнее переживаешь. Разберись как-нибудь сам. Возможно, окажется, что ты слишком сильно реагируешь или злишься по пустякам. А если проблема реально серьезная, то лучше сразу пойти к своей половинке и обсудить все спокойно и рационально. Кроме того, мнение окружающих способно сильно влиять на наши отношения. Если ты будешь им постоянно жаловаться, то вряд ли они примут твою половинку и будут давить на тебя, чтобы ты с ней порвал. Нельзя говорить «я люблю тебя слишком рано». Понимаю, возможно, тебе действительно кажется, что ты любишь. Возможно, так оно и есть. Но пока ты не знаешь о человеке все, лучше не стоит, потому что со временем твое мнение может измениться. Ах, классические шмосби. Думаю, что если ты реально любишь, то испытываешь это чувство каждую минуту. Когда ты женат уже долгое время, ты понимаешь, что любовь, она постоянно то приходит, то уходит. Самое главное – уметь переживать те моменты, когда она уходит, потому что в следующий раз, когда она вернется, это чувство будет намного круче и сильнее. Просто, блин, коммуницируйте друг с другом. Твоя половинка делает что-то, что сводит тебя с ума. Просто сядьте и поговорите. Но не требуйте слишком многого и ожидайте такого же отношения к себе. Разруливайте проблемы по-взрослому, не истерите по мелочам, как дети. Зашел сюда написать то же самое. Мы с бывшей никогда нормально не обсуждали наши проблемы, из-за чего вечно дрались и орали друг на друга. Мы были одной из тех самых пар, которые постоянно срутся и ставят других в неловкое положение. Когда я познакомился с моей нынешней дамой, мы сразу договорились решать вопросы до того, как они превратятся в гигантские конфликты, и слушать друг друга, отключив высокомерие. Мы с ней вместе уже 8 лет, женаты. Она – мой лучший друг. Некоторые челы настолько закомплексованы, что не верят, что они действительно могут кому-то нравиться. Не могу поверить, что я ей нравлюсь. Мыслите так, будто это не оконченная фраза. Полный вариант должен звучать как Не могу поверить, что я ей нравлюсь. Зашибись. Не будьте просто любовниками, будьте друзьями. Я много раз видела, как отношения сыпались только потому, что люди нравились друг другу в постели, но не любили друг друга по-дружески. Мой муж мне не просто муж, он еще мне и лучший друг. Чтобы нам провести хорошо время, нам не обязательно лежать друг на друге, хотя такие моменты тоже приятны. И наоборот, не нужно быть только друзьями и забывать о любовных штуках. Женщины верят, что мужики изменятся. Мужики думают, что женщины будут всегда одинаковы. И те, и другие заблуждаются. Если в вашей половинке есть что-то, что вас не устраивает, что-то, с чем вы не сможете смириться, не врите себе, надеясь, что у вас и так все будет в порядке и что со временем ваша половинка образумится. О чем это я? Например, она говорит, что не хочет детей. Или, например, хочет минимум трех детей. Тебя это не устраивает, но ты надеешься, что сможешь ее переубедить. Она говорит, что она глубоко верующая или далека от религии и собирается жить в соответствии со своими убеждениями. Детей тоже хочет воспитывать, следуя всем правилам религии или вне религии. Ты не разделяешь ее убеждений, но думаешь, что на нее можно будет повлиять. Ее так воспитали, что женщина – это домохозяйка и мать-жена. Ты в этом плане более современный, поэтому ожидаешь, что вы оба будете приносить доход и заниматься делами по дому. Она одержима своей работой или целью, например, объехать весь земной шар. И хочет, чтобы ты в этом участвовал. Хотя тебе все это не нужно, и ты просто хочешь покоя. Не нужно врать о том, кто ты есть, и не нужно забывать о том, что всегда было важно тебе, твои цели и амбиции. Но от партнера не ожидай, что он все ради себя изменит. Если вы все же пойдете на большие жертвы ради отношений, то в лучшем случае в итоге вы будете просто друг друга презирать. В худшем случае спустя несколько лет отношений и брака вы разведетесь из-за того, что сразу не решили, хотите вы детей или нет. Вся суть моих отношений в одном комменте. Люди, пожалуйста, не совершайте эту ошибку. Безрассудная страсть. Вообще у меня самого такая проблема, ее очень тяжело контролировать. В общем, это когда ты ставишь человека выше всего остального, из-за чего в итоге сам и страдаешь. Ты обрекаешь себя на страдания и разочарования, плюс с тобой легко манипулировать. Если ты ставишь партнера на педестал, то заставляешь его смотреть на тебя сверху вниз. Да все зависит от пары. Мы с женой переспали на первом же свидании, съехались через 3 месяца отношений, но поженились только через 9 лет. Лучшее, что вы можете делать, это быть честными и открытыми друг к другу. И оставайтесь собой, чтобы не приходилось делать обратное. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, какие распространенные ошибки делают новички в начале отношений, из-за чего у них потом все идет наперекосяк. И не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова